Блогер Рустам Гулов рассказывает, что несколько лет назад его задержали сотрудники милиции Худжанда из-за бороды. Правоохранители, сославшись на какие-то внутренние распоряжения, повязали его и отконвоировали в отдел милиции. Там мужчине объяснили, что ходить с бородой мужчинам и носить хиджаб женщинам нельзя, а затем предложили побриться самостоятельно. После отказа милиционеры скрутили Гулова и обрили насильно. Естественно, к сожалению для нашей страны, что все осталось без результата. Наоборот, во время беседы, во время вот этих объяснительных уже в службе внутренней безопасности, наоборот, пытались повернуть ситуацию таким образом, будто я сам виноват, будто все, кто носят бороды, это радикалы, это будущие террористы и все такое, к сожалению. Ну, в итоге оказалось, что я получил ответ официальный, что мои слова, которые были выражены в этой жалобе, не нашли своего подтверждения. Негласный запрет ходить с бородой и носить хиджаб только одно из множества ограничений религиозных свобод в Таджикистане. В докладе Госдепа достаточно подробно, с конкретными примерами отдельных случаев, рассказано об ограничениях участия в религиозных мероприятиях для женщин и детей. Есть и законодательные запреты. Закон о свободе вероисповедания страны четко определяет условия получения религиозного образования для граждан, вводит запрет на самостоятельное обучение законов ислама за границей и определяет разрешенное количество мечетей на душу населения. В районах с населением от 10 до 20 тысяч человек правительство разрешает строить так называемые пятничные мечети, где проходят массовые молитвы в этот день недели, а также обычные молитвы пять раз в день. В районах с населением от 100 до 1000 человек закон допускает строительство малых мечетей, где разрешено проводить только обычные пятикратные намазы. Власти Таджикистана не согласны с приведенными в докладе данными. По словам общины Мухим, пресс-секретаря комитета религии страны, документ составлен на основе статей независимых СМИ и не отражает реальное положение дел. Большая часть указанных в нем сведений не соответствует действительности, а закон о свободе вероисповедания в Таджикистане преподнесен под неправильным углом. Мы неоднократно заявляли, что готовы сотрудничать в составлении доклада по свободе вероисповедания в Таджикистане. Этот документ составлен однобоко, без привлечения специалистов нашей страны и независимых экспертов в самом Таджикистане. Мы всегда готовы предоставить открытую и объективную информацию о происходящем. Таджикистане заявляют, что правительство уже несколько лет борется с экстремизмом, терроризмом и радикализацией общества. Правда, методы этой борьбы у правозащитников вызывают вопросы. Не приведет ли преследование за одежду, отсутствие возможности свободно получить религиозное образование и жесткие рамки для верующих, к росту враждебности, к политике государства и еще большей радикализации. Ануш Рвонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.